Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю серию видеороликов на тему подготовка лука-севка к посеву. Несколько дней назад я выложила статью, где была написана вообще, она общая, подробно о подготовке лука к посевам, где я описала, что подготовка может состоять из нескольких этапов. Это и сортировка, и прогревание, обработка от вредителей, обработка от болезней, потом замачивание в стимуляторах и даже многое другое люди придумывают. Но можно сделать эту подготовку или короче, или длиннее. А теперь я каждую процедуру, которую я выполняю, я вам показываю и рассказываю, как это делаю я, с подробными рецептами, с дозировками. Вот уже вышел видеоролик, вчера я сняла сортировка и экспресс-прогревание. Сегодня я сняла видеоролик, сейчас выложу обработка солью. Вот я как раз только что делала обработка солью. И вот этот лук у меня, который обработка солью, сейчас стоит в соляном растворе. Потом я буду показывать обработку нашатырным спиртом, а сейчас мы будем приготовить и обрабатывать лук дёгтем. Это самый такой экзотический, такой своеобразный метод, который не все люди любят. Из-за того, что дёгт, несмотря на то, что это натуральный продукт, экологически чистый, из древесины, березы он выгонкой получается. Но из-за его запаха мало кто применяет вот этот метод, особенно молодёжь, всё пропитывается его запахом. Поэтому нужно обязательно и перчатки одевать, руки потом невозможно отмыть, будут несколько дней пахнуть. И посуду применять ту, вот я обрезала 5-литровую, посуду применять ту, которую не жалко потом выбросить, потому что хранить её смысла нет, будет очень-очень пахучей, можно даже назвать таким словом вонючей. Но именно этот вонючий запах, который человеку, ну очень неприятен, он также неприятен и насекомым. Насекомым. Именно от насекомых, от вредителей, от луковой мухи мы обрабатываем лук дёгтем. Рецепты тоже могут быть разные, но вот классический, традиционный, проверенный рецепт, это 1 столовая ложка на 1 литр воды. Такая концентрация высокая применяется только для обработки лука сивка. Потом, если летом вы захотите полить грядки от той же луковой мухи, то дозировка применяется намного меньше. Эта же столовая ложка дёгтя разводится уже в 10 литрах воды. То есть сейчас весной у нас дозировка очень большая. Так, я сейчас... Он плохо растворим в воде, но лук, который мы поместим вот в эту посуду, он всё-таки впитает в себя вот этот дёготь, он всё-таки им пропахнет. А, забыла сказать время. Вот этот рецепт так же, как соль. Соль мы тоже сделали 1 столовую ложку на литр воды и держать от 2 до 4 часов. Я вот держу среднее время 3 часа. Этот тоже дёготь. 1 столовую ложку добавляем на литр воды. От 2 до 4 часов я тоже буду держать 3 часа. Сейчас я какую-нибудь сверху вот так положу, баночку или что придавлю, или может быть даже камень, баночку жалко. И вот у меня будет стоять 3 часа. Обязательно после всех процедур, хоть вы обрабатываете солью, хоть вы обрабатываете дёгтем, хоть вы обрабатываете марганцовкой, нашатырным спиртом, каждый раз лук надо промывать. Всё-таки всё, что ему нужно, он уже впитает в себя. Остальное всё это лишнее. Для более такого, для более высокого эффекта, вот мы замочили лук. Сейчас мы его будем садить. Но когда будем садить, я покажу. Можно ещё пролить дорожки раствором дёгтя. И вот у меня маленькую бутылочку я сейчас использую для замачивания. Вот купила специально большую бутылочку, чтобы летом делать ещё пугачи от луковых мух. Как только я высажу свой лук на грядку, и вот там, где я обрабатывала дёгтем, чтобы уже был эксперимент стопроцентно чистый, я буду раскладывать по бороздкам такие, как бы вам сказать, полоски из материала, смоченные вот этим дёгтем. Их нарезать, я специально побольше вот объём взяла, смочить в дёгте и в междуряде вот так вот разложить. Мало того, что у нас будет пропитаны луковицы дёгтем, мы польём ещё дорожки дёгтем, и вот эти пугачи, пропитанные дёгтем, будут лежать. И вот это уже точно будет очень хороший эффект для борьбы с мухой луковой. Вот, всем, кому некогда летом воевать вот с этими насекомыми, обрабатывать инсектицидами, вредными вот этой агрохимией, с луковой мухой побороться очень сложно. Если она уже нападёт на посадки лука, отложит яйца, выведутся личинки, начнут грызть, сосать, всё там откусывать, лук начнёт портиться, чахнуть, затормозит в росте, если вам некогда летом вести такую активную борьбу с луковой мухой, то лучше всё-таки обработать лук до посадки и во время посадки. Во время посадки тоже буду всё показывать, пугачи как разложу, тоже буду всё показывать, но вот это, пусть даже не стопроцентный результат, какие-то всё равно насекомые-вредители до вас доберутся, но не до вас, до лука, но всё-таки это не будет такое массовое нашествие, после которого ни луковица, вот такая вырастет не больше, ни луковица большая не образуется, ни луковое перо невозможно будет есть, потому что оно будет полно там всякими личинками, червячками маленькими. Надо позаботиться о чистоте наших посадок заранее, вот сейчас при посадке. Тем более, этот продукт, ёготь, несмотря на то, что он и пахнет невкусно, и такой как бы, и на вид-то он непрезентабельный, но это всё-таки натуральный продукт, это значит, мы вот сейчас готовим лук без применения агрохимии. Я именно описала, вот те сорта сейчас мы замочили солью, замочили дёгтем, это всё экологически чистые способы обработки, без различных химических элементов. Если бы мы замочили, вот буду тоже, возможно, рассказывать, медным купоросом, то это уже считается применением химии. Всё, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это очередной, третий этап подготовки лука севка к посевам. Обработка дёгтем. Один из множества вариантов, которые вы можете применить у себя на огороде, для отпугивания вредителей.